С Днём Величайшей Победы всех наших девушек, женщин, которые собрались. И мы всегда в душе, не только 9 мая, всегда этот праздник у нас в душе ежедневно. Но это особенная дата. Вот в Кашкаре я немножко чуть-чуть это добавлю. Вот почему столько стран участвует в этом полном бессмертном? Да потому что все воевали. И главная роль нашей страны, Советский Союз, ведь это только Швейцария, Швеция нейтрально были, а то вся Европа против нас была. Но тем не менее, да, у них воинской дивизии, сами, допустим, не участвовали как страна, а в формировании были, сельское хозяйство, всё это там кормили, Германия и так далее. И вот сломать хребет такому зверю, сильнейшему, под силу был только нашей страны. И мы победили, освободили не только себя, но и весь мир. Ведь всё забудело. Сбросили колонии, народ получил независимую свободу только благодаря нашей победе. И поэтому они благодарны нам за это, а мы ценим то, что они помнят. Ну, обо мне уже сказали, что вот, видимо, школа наша, я жила в секретарке, совсем вот там районный центр небольшой, маленький был. Вот, наверное, школа была очень хорошая, потому что присылали путёвку в пионерский лагерь «Артек». Да, мы думали, именно в условии 4-5 класс, только такие дети. Вот, две подходили, одну маму с папой не отпустили, но я очень плакала, вот, отпустили меня. Конечно, там было всё для меня ново, даже проехаться по стране, посмотреть Москву, и то, знаете, как будто побываешь не знаю где, да. Ну, а «Артек», вот я потом смотрела, когда освободили Крым, он вот этот верхний лагерь, где было, он так и сохранился, но уже там такой невзраженный. Вот, там было в верхнем лагерь три отряда по возрастам, в третьем отряде занималась. Естественно, в общем, красиво, всё ново, столько знакомых. А вот на нашем столе, в столок сидели там эти девочки, два мальчика, так обычно рассаживали. А эти мальчики были из Испании, выходцы, это одного звали Пака, второго Анфель. Вот, они разные, и они просто были, как бы, ну, как бы дети нашего отряда. Вот, они уже по-русски немножко говорили. Начинаем спрашивать, они говорят, ничего не было, только большой корабль, на котором мы приехали, и всё. И вот, ну, дружные такие, всё, и поддерживали, помогали. Ну, и, естественно, самым таким шумом событием уже, чего ради ехали, это купание в море. Вот, это образный пик. Да, это да. Много ли там историй пока, только с 25-го года начал функционировать этот пионерский лагерь. Приезжали туда, привозили детей в голодающую, по сути дела, историческую, в общем, государство наше. Во все времена нам очень о детях заботится, я вот тоже, да, много людей. Вот, ну, и мы на площадке, каждый имел свою площадку, вот, играли в какой-то там мяч и прочее, прыгали, бегали. И вдруг нас пионеры вожают и говорят, дети быстро в палаты, дети быстро в палаты. Это где-то около 11 часов было. Заходим в палаты, а там в каждой палате приёмчик был, там всё оповещение. Вот, и вдруг здесь услышали, что выступление Вячеслава Михайловича Молотова, что Вяроновна ничего тут не подал, там на нас напали. И сразу же в Севастополь в Памбире, а попрямо 15 километров от Артека, вот, там военное положение тут же, вот, там всё, а мы готовились, там матросочки пионерские, там яблочко мы уже разучили, ехать должны были в это воскресенье днём поехать, вот, но не успели как раз вот так нам это фашисты помешали, но дело не в этом. Вот, ну, сразу же, хоть мы были там и детьми, да, но поняли, вот, что мы не дома, что очень страшная война и так далее. Мы сразу начали детей военных, ночью сколько было, мы возили немедленно детей, которые из западных районов, а я уже 25 июня выезжала, последние там, последние там немножечко остались, и вот там погрузили нас в поезд, мы поехали. Я не скажу за весь состав, это нет, да, люди, может, один, может, и два вагона, только там Артековцы ехали до Москвы, и мы ехали с 25 июня, и только там, значит, наверное, 31 или 1 июля только приехали в Москву, потому что нас на пути загоняли, вот, видели, сколько, какая мощь шла, это на запад, особенно, вот, я запомнила, то днём мы смотрели, это, в Харькове остановились, и наши вагоны, видимо, где-то там были, по улице был, ну, буквально через 10-15 минуты шапоны, шапоны, все это вот, молодые, красавцы, там и конница, там видели, это лошади, вот, там эти военные бегают, там, что-то, так сказать, алками, там горячей воды, вот, все это вот мы наблюдали, но четко, аккуратно, все это вот организовано, да, очень, даже очень, и вот нас там то туда, то сюда двигали, но все-таки в Москву придвигали, нас там, Зубовская 74 сейчас помнит, наверное, от комитета Олексей, нас вымыли, и сняли нас эти грязные, там, это, что ли, скотеки были, переодели, вот, это, значит, там, ночью была, значит, она 1 июля, вот, и вдруг среди ночи, нас, дети, спускаетесь там уже, обычно, в то время, в полуподвале, были, эти, столовые, небольшие домовые, и в Казани, помните, по-другому, так было, вот, нас крестили в столовой, сказали, учебная тревога, учебная тревога, вот, а там слышим, выстрел, граждан, но это далеко, но было смертно, а потом, утром, пара заявляет, что мы, 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 мы Ближайшее житель там что-то. Вот как раз речь с вами 3 июля. Это тоже впервые я там слышала. А в ночь нас уже вывезли на Казанский вокзал и поездом в Оренбург. Там тоже, в пустом доме. Я уже в этом... А в Комсомоле, наверное, были две девочки после ОТЭК и я. И одна девочка из пустом. Она была из детдом. Девочка Денбургская, пожалуйста, там это заслужила, поехала. Вот. И наконец-то там я только 12 июля приехала. Меня уже считали пропавшей без вести и так далее. Телефонов сотовых нет тогда? Без вести нету, да? Я хочу сказать, что вот даже вот в такой круговиде, и то там какой-то ребенок, по сути дела, и я не потерялась. Меня все-таки доставили домой под расписками, естественно, к чему. И я приехала. Ну, война, это трудности, голод, все, знаете, обнищание 30-40, 30-40, 40-40 уже. Почти началось. Старый согласен, я давно остался носить. Пережить, переделать нечего. Но мы как-то... Вообще, вот, было такое время, что мы как-то... Эта вот война для нас была все. Мы этим дышали. Она была внутри нас. Больше у нас вот только война, и мы, и все. Больше ничего на свете не было. Гарму одели, одели, сыпли, голоден, голоден и так далее. Вот. Но я летом работала в колхозе, как все прочие у меня семьи слушающего. Вот там были, там, конечно, какие плохие, там чего, конечно, все видели. Так же. Я об этом не буду останавливаться. Но я что-то хочу сказать, что вот даже в такие самые трудные годы во всем районе ни одна школа не была закрыта. Все работали. Начальный всеобщ был. И там каждый ребенок, это обязательно посещал школу, учитель головой отвечал. У нас 4 класса. Всем давали документ, а 5, 6, и дальше вот уже умывали. Там меньше, там по 4, по 3 было набора. Вот. А там меньше, меньше пошло уже на убывание. Но начальную школу учили полностью. Дальше в этих школах, в классах, некоторые предметы не преподавали. Ну, иностранные это в основном. А уже вот и другие предметы. Ну, русский, математика, физика, химия. Основные уже хоть как. Но, может быть, некоторые у нас математика уже не на должном уровне была. Но учились, как могли, учились. И что еще хочу сказать. Вот. Окончилась война. Что все-таки армия уже отец-медор Божий был. Это мужчины трудоспособны. Они ранены, они искалечены. Но они подорвались восстанавливать это, трудиться. Вот. И там сразу нельзя, а начинают уже отдельно. Там по профессии, значит, в первую очередь, дружеников сельского хозяйства и учителей. Это самые первые. Вот. Которые стоят в сезоне. Ну, а что о своих учителях скажу? Что вот у меня статья, я писала в эту «Северную газету», вот, что все учителя, а там тогда, до войны, в основном, учителями работали мужчины. И все они пошли на фронт. В том числе был директор школы, Савельев Леонид Николаевич. Это молодой, красавец. Вот. Он погиб в 43-м году, ему было 34 года. Вот. Политрук. Остались двое детей, маленькие, дошкольники и мама. Ну, они жили вот уже с женатого. Меня учили классно-проводительницы. Я почему помню, что вот это, значит, после уроков там обязательно выступали. Праздники все мы отмечали, готовились. Вот. Все это на военную тематику с таким фактом, население. Все это приходило. Вот я бывала у них и видел вот эту обстановку. Поэтому я так говорю. Учитель вот из моего состава, что ли, мой учитель истории Петр Федорович. Вот сейчас я все помню. Вот. Его я всегда вспоминаю своих учителей и с благодарностью. Даже те учителя, которые, может быть, не додавали, не хватало у них самих знаний, чтобы нас полностью обучить. Но все равно мы за это благодарны, за то, что они всех, на случай, воспитывали в таком духе мужества. Вот. Ну, конечно, в школах очень плохо было. Тяжело, ясно. Ни учебник, ни книг, ничего. Вот. А потом, вот, обычно там школа, как эксперимент, выходит приказ Потемкина. Значит, вводятся золотые медали, раздельное обучение. Все мы прошли. Вот. И я уже во втором потоке сдавала за среднюю школу 11 экзаменов. Значит, за 8, 9, 10 классы. Вот. А у нас вот из фруктовик пришел, это Павел Николаевич Никифоров, на наше счастье, математик. Он перед Новым годом, он и все, как сразу после Нового года, как это, день и ночь на это вот учение, математику, ну что будем там взять. И сдавали это в Угруславе, в дружатком специальной школе, ну и вот так. Ну, и потом, наше поколение, вот мы, хоть там трудно было, но никто не ожесточились, ничего. А вырастить, наоборот, таким патриотами, тружениками и патриотами на мозгах костей, так и были. Ну, я так что это не буду, вот рассказали, давай. Вот. Я в 61 год прожила с участником Великой Отечественной войны Мужковатом Михаилом Яковлевичем. Он ушел в армию, так далее, 21 год в возрасте. Вот. Его призвали в армию 39-м. Вот так, значит, на востоке у нас главные опасности были, знаете, того. О Японии мы боялись больше, там, чего там все это. Это неплохо готовился. Танкист. И вот, значит, уже 2,5 года он проучился. Участникам Халкинголи. Вот кому скажешь, он с японцем воевал, никто не знает. Потому что, да, эта история была, кто знаешь, Япония захватила Манчжури. И вот все, пожалуйста, на границе было в Японии. И это в этом они участвовали. В этом, ну, быстро она закончилась, там, Жуков командовал. Вот. А потом, значит, он как раз сказал, вот их собрали на плац, выстроили и сказали, проходите с локацией. Мы, которые на таких сурок условиях жили, теперь нас будут на запад. А кто там на западе жили, вы, пожалуйста, теперь поморозьтесь. Вот так сказали. Вот, танки под трамвай, они на Ташкент поехали, вот, чтобы это не было. Они не повода немцы, чтобы этого откровения готовились. И когда вот они на его ровне, как-то суренец приехал на станцию, и услышал, вот здесь объявление войны. Вот. И прям доехали до Минска, вот тут все, помню, Беларуцкий вокзал, все. Прям с колес, и в районе Минска начали сражаться. И вот он, значит, это, вот, я, вот, из кем-то я была. Да, для меня фашистов, может, так, и все. Вот. Самый, запомните, да, две недели они из Смоленска, обороны в Смоленска в этом городе, я говорю, сколько, как город Георгий, дальше Елене больше всех он вспоминал. Елене сдавал, Елене брал, и Елене подпередал. Опять сдал. Это его все воспоминания. А что от целого корпуса танково осталось 4% живой техники, это вот ясно, что это Сталинград был такой вот, так что. Вот. Но это вот там гвардия родилась и показалось, что немцы можно бить и их понимать. Это морально, это было очень важно. Ну, дальше, значит, обороны запоминали, род Тула, под Тула в Украине, это тоже город и герой, участвовал в прорывах Ленинграда, Ржев знаменитый. Да.